Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем проекте открытых лекций Натальи Дмитриевны Солженицына. Мы очень рады ее приветствовать. Большое спасибо, что вы нашли время к нам приехать. Я хотел бы сказать несколько слов о том, как на самом деле важно и интересно обсуждать то, что мы собрались сегодня обсуждать. Я помню, что многие наши коллеги говорят, что один день из жизни Ивана Денисовича и другие произведения, которые появились когда-то в нашей литературе, они стали переломными с точки зрения восприятия нашей истории, нашей жизни, нашего взгляда на самих себя. И для меня был один такой в жизни момент, который я никогда никому не рассказывал, но который связан с творчеством Александра Исаевича. Он был в 90-х годах, я тогда работал в Красноярске, и это был 1998, по-моему, год. Я перешел из школы в управление образования, и, значит, меня просили, так сказать, там, отслеживать инновации, заниматься их поддержкой, вот что-то такое. Ну и вот было такое движение общественно-активных школ в 90-е годы. У нас тогда два человека активно его распространяли, Александр Александрович Сидельников, он вообще такой активист земства, поддержки объединения на муниципальном уровне, разных, не только по образованию. И у него была коллега, значит, в 90-е годы вообще трудно было откуда-то найти ресурсы, у него была такая коллега очень странная, ее звали Сара Линдеман. Она была, она переехала из Нью-Йорка жить в Сибири. Значит, все считали, что она, безусловно, американский шпион, потому что нормальный американец в 90-е годы, зачем приедет жить в Сибирь? Вот, значит, и вот их, как бы, движение по поддержке общественно-активных школ, это школы, которые активно взаимодействовали с сообществом, создавали попчинские советы, оно такое было неоднозначно. И однажды ко мне пришел человек из органов и говорит, слушайте, вот то, что они делают, это вот, надо на это внимательно посмотреть. Я говорю, ну, давай внимательно посмотрим. И Александр, тогда Александр Сидельников говорит, вы знаете, вот это движение, оно связано с земством, это очень правильно. И он показал тогда письмо от Александра Исаевича, он был, не знаю, как-то он с ними встретил, был в Москве, встречался с ним, где и Александр Сидельников написал, что то, что они делают, это действительно, в этом есть определенный смысл. И было такое письмо, значит, ну, да, была какая-то встреча, и вот Александр Сидельников тогда написал. И я показал вот это письмо, они посмотрели, говорят, да, вы знаете, вот если Солженицын поддерживает, это действительно, наверное, в этом действительно есть какой-то смысл. И это движение начало жить очень интересно, Александр Сидельников дальше защитил диссертацию по общественному управлению. А вот эта Сара Линдеман, она никогда больше не возвращалась в Америку, она вышла замуж, и теперь она называется Сара Линдеман Комарова. И живет в городе Новосибирске, она очень была довольна, что ей дали российское гражданство, родила ребенка, и вот сейчас она занимается разными добровольческими проектами. Вот когда затопление мы слышим весной, когда это случается, она обязательно туда мобилизует людей, она очень энергичная женщина такая, ездит и помогает тем, кого затопило там, значит. А вот этот парень, который тогда, значит, из органов оказался, и, к сожалению, у него иначе сложилась судьба, он действительно такой отзывчивый оказался человек, неформально относящийся к чему-либо. Один раз я пришел домой, значит, включил телевизор, и там передали, что он погиб в Чечне, была вторая чеченская, и, в общем, вот так не стало этого человека. Но в любом случае, вот я подумал, что как, оказывается, несколько строк, написанных великим человеком, могут менять жизнь людей, и как они могут действительно определять уже, ну, не просто как бы идеологически, а по факту нашей жизни того, что происходит. Вот еще раз спасибо, Наталья Дмитриевна. Пожалуйста, вам слово. Дело не в том, что великий человек сказал, а дело в том, что Алисен Сэйч изучал очень тщательно и глубоко, изучал, в общем, наш XIX век российский, и вот это зародившееся земство, и какие у него были трудности, и как не хотели давать этому земству пути. И он действительно хорошо это знал и говорил об этом сознанием. Я думаю, что это всегда чувствуется. Великий ты, невеликий, но все равно чувствуется ты в теме, как сейчас говорят, или не в теме. Вот если ты глубоко в теме, то это производит впечатление. Ну, великость, может, помогает, но не всегда. Тут готовят педагогов, как я понимаю, в основном. И вообще называетесь вы педагогический университет. То дело в том, что жизнь у Алисына Сэйч была очень длинная, но рассказывать ее можно по-разному. И вот я решила сделать такой упор на... Он ведь был школьный учитель, помимо всего прочего. Он был школьный учитель, преподавал математику, физику и астрономию. В его жизни было пять школ. И вот мы с вами пролистаем его жизнь, но с некоторым упором на его школы. Дело в том, что Александр Сэйч был из... В общем, предки его были крестьяне. Вот его дед, оба деда, и по матери, и по отцу были крестьяне. Его родители были первые в своих многодетных крестьянских семьях, которым позволили родители. Они были младшие. Девочка была самая младшая, а сын был пятым. В общем, позволили учиться сначала в гимназии, потом в университете. Отец ушел. Здесь он в тужурке Московского университета. Он ушел добровольцем на фронт Первой мировой войны, недоучившись. А мать Таисия была... Здесь она еще в гимназической форме. Но познакомились они во время его единственного отпуска. Он был офицер-артиллерист. И в 2016 году был в Москве в отпуске. И они случайно познакомились, хотя они земляки. Но там, на Ставрополе, они друг друга не знали. И через несколько месяцев, когда она уговорила отца, который хотел, конечно, выдать ее за какого-нибудь хозяина крепкого, он разрешил, и они венчались на фронте. Их венчал полковой священник. После этого отец был на фронте, пока он окончательно не развалился. Он вернулся домой только в 2018 году, в марте. И счастливой жизни было у них очень мало, потому что он погиб летом от несчастного случая на охоте, не погибнув во время войны. Он, тем не менее, погиб совсем случайно. От собственного... Стояло его ружье, прислонившись к двуколке. И, очевидно, слаб был курок или что-то. И, в общем, лошадь перебрала ногами, и он получил выстрел куда-то вот сюда, под мышку. Потом его... Тоже это было бы не так страшно, если бы это были не те времена, а гражданская война, провинция. И он умер через неделю от заражения крови. За полгода до рождения сына. Так что воспитывала Александра Александровича мать одна. Ну вот здесь она его перевезла. Первое время он жил в Кисловодске, где родился в доме у тети. Когда мать сумела в Ростове найти работу, она перевезла мальчика. Вот это уже в Ростове снимок. Ему здесь шесть лет. И вот так они жили. Детство было очень скудное и трудное, потому что мать вычищали из всяких там учреждений. Она то и дело меняла работу. Она знала несколько языков, но работала стенографисткой. И, в общем, детство было очень скудное. Жили они, ютились в таких совсем, как сейчас говорят, совсем без удобств. Нужно было носить воду, носить уголь ведрами. Ну, мальчик научился читать очень рано. Однако, вот он так вспоминал, что после разорения нашей семьи в революции, надо сказать, что его дед, отец матери, пришедший из Таврии с посохом, с котомкой, с двенадцатью овцами, который, он был бы траком, но за хорошую работу его отпустили и дали ему как бы жалование в виде этих двенадцати овец. Он был настолько смекалистый и настолько трудолюбивый, что он выстроил большое хозяйство. И хлебом снабжал Россию и шерстью от этих овец. И построил дом. И, в общем, они жили, так сказать, его мать уже жила в таких богатых условиях. И вот Солженицын вспоминал, что после разорения нашей семьи в революцию, в детстве у меня оказалось совсем мало своих книг, а читать жадно хотелось. И то, что было у меня, я еще до школы перечитывал и перечитывал по многу раз. Один был Том Гоголя, считался полный, а не так, конечно. А вот из близкой нам семьи подарили мне огромный, тяжелый, вольфовский двухтомник Лермонтова. Полное собрание, да переплетенный в одну книгу, чуть поменьше Евангелия. Вот этот самый. Это не такой же, а именно он, он вот сохранился. Еще и драмы Шиллера были тоже. Тяжелый том, читал я и его снова да снова. Это до школы. Потом притек случайный полный Ипсон и по советской подписке Джек Лондон. Вот в такой пестрой компании я рос. А в 10 лет довели мне Сытинские читать том за томом «Войну и мир». Вот на этой Лермонтовской книге, которая вот у нас есть, потом вот он написал карандашом. Любимая книга моего детства. Какие годы. Так вот, необъяснимым образом к маленькому Сане очень рано пришло твердое знание, что он станет писателем. Он об этом потом так писал. «Почему-то откуда-то никем не подсказанное, не навеянное, ничем не обоснованное. Во мне к 9 годам взросло ясное убеждение, что я должен стать писателем и буду им. Зачем? Почему? Сказать что-нибудь важное людям? Но у меня ничего такого не было в душе. Однако сознание возникло, и мне остается это удивительным». И вот Солженицын писал, время было 20-е, 30-е годы, бумажный кризис. Достать какие-нибудь блокноты или тетради было огромное везение. И все вдохновение его выливалось на убогие, чудом раздобытые блокнотики какие-то такие. Вот видите, он там ВВ, да? «Синяя стрела» называется рассказ, который он написал. Это все до школы. Он писал, вот, конец первой части. Вторая, уверяю вас, тоже была. Значит, все это он писал на каких-то вырванные тетрадные листы или мать приносила с работы. Вот одно время она работала в каком-то там мельстрое и приносила какие-то такие книжки с отрывные расходные ордера. Вот он писал на них с двух сторон. Но надо сказать, что, в общем, это довольно удивительно, потому что у него уже к десяти годам у него уже была написана повесть, большая эра, такой разбойный детектив, несколько циклов рассказов. Они были и пиратские, и приключенческие, и попытки фантастических рассказов. Он писал пылкие стихи и выпускал самодельный журнал «Двадцатый век». Вы не думайте. Выпустил, это была такая тетрадка целиком, 16 выпусков, в которых он был и автор, и художник, и автор, там, шарат и шахматных задач, и всего на свете, и на последней странице был написан тираж, один миллион экземпляров. Реально было два читателя у него, его мать, вообще жили очень так, друзей было мало, мать и друг, мальчик Миша. Ну, это уже ему, здесь он уже в седьмом классе, 33-й год, и все школьные годы он учится прекрасно, но не оставляет своих литературных занятий, пишет уже и пьесы. Вот это уже, так сказать, драматургия пошла, увлекается декламацией, но, тем не менее, по окончании школы, вот таким он кончил школу в 36-м году, и по окончании школы он поступил на физмат Ростовского университета. Это все происходит в Ростове-на-Дону. Не потому, что он... Ну, в общем, потому, что мать была очень слабого здоровья, и он не лишался ее оставить, потому что жизнь у них по-прежнему была просто очень трудная, вот с этими ведрами, которые надо было все таскать. Мать была худенькая, слабенькая, и, в конце концов, во время войны умерла от туберкулеза. Он не хотел ее оставить, а в Ростове не было филологического факультета, на который он хотел бы поступить. А амбиции были немаленькие, очевидно, и поступать вот на что-то близкое, но не в университет он не хотел, а уезжать в Москву тоже не хотел. Поэтому он поступил на физмат, потому что он математику тоже очень любил, она ему легко давалась, она красивая. И, значит, вот он поступил на физмат. Ну, дальше он учился первым на курсе, но продолжал и сочинительство. Вот здесь тоже сохранившийся блокнот с поэмой об аваристе Галуа. Аварист Галуа был великий французский математик, который один из двух основателей современной алгебры, надо сказать, который погиб в 20 лет на дуэли. И вот эта романтика, ну, не просто романтика, дело в том, что Солженицын из-за этого тома, из-за того, что он родился вблизи, в общем-то, в том, вблизи от кавказских лермонтовских мест, он страстно любил Лермонтова. И Лермонтов, и его отец погибли каждый в 27 лет. Вот это как-то сильно действовало на мальчика. И он долго был уверен, что и он погибнет тоже очень рано. Но на самом деле прожил долгую жизнь. И вот Иварист Галуа, помимо того, что он студент-математик и богатворит, конечно, молодого основателя алгебры, но еще и вот эта ранняя гибель, вся эта романтика, он пишет поэмы «Иварист Галуа», она сохранилась. Но надо сказать, что сам Солженицын взрослый, он называл свои вот эти отроческие опусы шутейным писательством и был к ним абсолютно беспощаден. И категорически запретил когда-либо их публиковать. Но хоть не приказал уничтожить, поэтому я могу их хотя бы показывать так, с экрана. Они не все, конечно, но какие-то сохранились. Помимо того, что он учился в университете, на физмате продолжал писательство, кроме этого, он еще ходил на кружок латинского языка и поступил на курсы переводчиков с английского и получил аттестат переводчика с английского языка. Ну, надо сказать, что, конечно, еще главное, что было, он задумал в это время, вот еще на первом курсе, но со второго курса уже начал работать, задумал роман о русской революции. Вот то самое «Красное колесо», которое, может быть, вы слышали, он задумал в 18 лет. И вот он сидит, студент второго курса, в областной читальне Карла Маркса, она и сейчас там есть, и так же называется, на Тихой Казанской улице города Ростова. Он делает обзор мировой войны и выбирает для изображения... Он понимает, что писатель революции, надо отступить, без Первой мировой войны не пойдет дело. И он выбирает для изображения уже тогда Самсоновскую катастрофу и делает выписки, обстоятельные выписки из трудов чисто военных, не литературных, из военных разборов операции. Ну и хотя были студенческие годы, это вот между первым и вторым курсом на военно-грузинской дороге, велосипедный поход их, были, конечно, и походы, и вечеринки, довольно редкие, но были. Но обычно он не теряет ни часа, он в постоянном напряжении, ему кажется, что жизнь коротка, можно не успеть. Это вот чуть постарше, но тоже еще в университете вечеринка по окончании, кажется, четвертого курса. И вот тоже сохранившееся, вообще сохранилось при его бурной жизни, крайне мало что сохранилось, но вот это из такого толстого грубого стекла, такая советская чернильница, и на крышке тут не видно красная звезда, такое советское производство сохранилось. Вот он об этой чернильнице тоже писал, что в позднее вечернее время, уже одурев от математики, я сажусь посоветоваться со стеклянным кубом моей чернильницы и вытянуть из нее два десятка строк. Я спешу что-то же оставить после моей, может быть, краткой жизни. Ну вот университет окончен, получил диплом с отличием, и надо сказать, что за два года до окончания университета он еще поступил заочно в МИФЛИ, Московский институт философии и литературы, и истории, где учился заочно и приезжал два раза в год, зимой и летом, сдавать сессию. И вот он и еще два друга, его тоже на разных отделениях они учились, и вот они приехали сдавать четвертую свою сессию 22 июня 1941 года. Молодым людям эта дата, может быть, ничего не говорит, но говорит, да. Вот приехали, получили, значит, там ордер на комнату в общежитии, устроились утром и услышали по репродуктору, что началась война. Война. Ну, вот до того, как он стал курсантом-артиллеристом, всех вообще математиков, я тоже кончала мехмат, и всех наших мальчиков всегда забирали на артиллерийскую подготовку. Это судьба была всех математиков. Вот тут он курсант Ленинградского артиллерийского училища, которое было эвакуировано в Кострому. Первая его школа случилась как раз за полтора месяца до того, как его призвали, потому что он был ограниченно годен по бумагам, и эта ограниченная годность она была в связи с тем, что у него была некая неправильность во внутренних органах, которая потом развелась в рак. Его будущая вот эта раковая болезнь, она была от этого. Но, тем не менее, он был ограниченно, но годен, и он кинулся сразу, они все трое из Москвы линулись в Ростов, в военкомат, и друзей призвали сразу же, а ему сказали, жди, пришлют повестку. Но чтобы не болтаться просто никак, он пошел преподавать в школу, и до 16 октября 1941 года преподавал в Морозовске. Преподавал он там математику и астрономию, это первая его школа. И вот об этом он тоже потом вспоминал так, с трепетом священодействия входил, ну, тут он пишет, это его повесть, такая автобиографическая, «Люби революцию», где главный герой Глеб Нержин, в общем, это он. И он пишет, с трепетом священодействия входил он на 45 минут в замкнутый ему одному подвластный мир класса. Белый мел ярко следил по густо-черной доске. Дрожали вихры, суживались, расширялись глаза, и буквы-формулы красиво выстраивались, обведенные замкнутым прямоугольником, как замкнуты были эти 40 детей, прямоугольником комнаты от войны и тревожных дум о будущем. А вечерами он их собирал, десятиклассников собирал, в школьном дворе, и, установив Галилееву трубу, показывал им кольца Сатурна, учил находить антарес, голубое сердце орла. Альтаир в клюве у лебедя Денеп Нержин знал, как обаяют астрономические истины и догадки юношеские умы. Он звучным голосом давал пояснение у темнеющего постамента и слышал сам, как прервался его голос. В общем, школу он любил. И у него такая там, еще такая сентенция, педагогам надо родиться, надо, чтобы учителю урок никогда не был в тягости, никогда не утомлял, а с первым признаком того, что урок перестал приносить радость, надо бросить школу и уйти. И ведь многие обладают этим счастливым даром, но немногие умеют пронести этот дар через годы не погасшим. Ну, и так практически сразу после пятого курса началась война. Солженица называл шестым курсом впоследствии свой фронтовой путь. Здесь он уже лейтенант. За полгода он прошел курс, значит, вот этого артиллерийского училища и был назначен командиром звукоразведывательной батареи, которая рассчитывает, рассчитывает, где находятся пушки противника и наводит наши пушки на, чтобы подавлять огонь противника. То есть они главная надежда пехоты, потому что пехоту косила вражеская артиллерия, а наши, значит, накрывали ее с помощью вот этих звукоразведывательных батарей. Ну вот, в качестве командира этой батареи он будет воевать на фронтах Отечественной войны, тут уже с орденами. Он воевал на западном, на северо-западном, на брянском, на первом и втором белорусском. Вот это последний снимок, сделанный на фронте. Это уже 1944 год. В сидящем ряду он ближе всех ко мне колени обнял руками. Вот это, значит, все еще молодой Солженицын. Ну вот, он, значит, уже это в Восточной Пруссии, и в Восточной Пруссии в феврале 1945 года он будет арестован за крамольную переписку со школьным другом, тоже офицером Красной Армии, который тоже учился параллельно с ним, только на химфаке. И они оказались недалеко друг от друга, на разных фронтах, переписывались и критиковали Сталина, в частности. Вот арест. Вот с этим другом, Николаем Виткевичем, он переписывался. Это интересный снимок. У Виткевича уже погоны, а у Солженицына еще ромбает. Значит, 1943 год. Так вот, во след аресту потянулись, это уже здесь, в Москве, на Лубянке. Во след аресту потянулись 11 лет тюрем, лагерей, ссылки. В эти годы и произошло становление Солженицына писателя, каким мир его потом узнал, прочитав «Один день» Ивана Денисовича. Но до того поворотного года еще далеко. А пока, после года ИТ, вот здесь Солженицын на строительстве, вот где стоит Гагарин, Калужская застава, там два таких дома, полукруглые. Один из них, если стоять лицом к центру, слева, это был, ну, сейчас уже там другие люди живут, но, в общем, это был, строился дом, квартиры для сотрудников МВД. Вот, это он в лагере, и снимок сделан в том лагере, где он маленький, он такой крошечный снимок, потайной. Но после этого Берия стал собирать, стал собирать специалистов по всему ГУЛАГу, стал собирать специалистов физиков, математиков, инженеров, химиков, и помещать их в научно-исследовательские институты МГБ для разных оборонных целей. Ну, есть знаменитая шарашка, которая построила наши прекрасные самолеты, есть танковые шарашки, Кесл-Женицына, тоже он попал на радиотелефонную шарашку, в основном телефонную, радио было в Кучине, а это в Марфино. И сейчас этот дом тоже стоит, и там все еще институт, научно-исследовательский институт, теперь ФСО. Ну, был МГБ, потом КГБ, потом ФСО. Вот там он тоже работал некоторое время, и там сверх 14-часового рабочего дня можно было еще и как бы в свое время можно было читать, и Солженицын открывает для себя ну, вот ошеломительное богатство словаря Даля. Он до этого его в Ростове никогда не встречал, не знал, а тут был, там, дело в том, что там были очень неплохие библиотеки, но совершенно не такие, не структурированные. Скорее всего, это были книги, которые свозили, то есть не, скорее всего, так и было, просто грудами потом они их разбирали. Очевидно, это были конфискованные приористи книги вот у каких-то ученых и интеллигентов, и попадались книги замечательные. Ну, в частности, вот, значит, был словарь Даля одного из первых изданий, не самого первого, а второго издания. И Солженицын был совершенно ошеломлен этим, утонул просто в этом богатстве русского языка, потому что южный язык совсем другой. И он, это вот такой самодельный блокнотик на какой-то бумаге, которую там где-то как-то нашли, сшитый, и вот он там делает выписки из словаря Даля. Он делал их, надо сказать, 40 лет, и потом издал такой словарь, сейчас я его покажу. а это тоже самодельный блокнотик, где он конспектирует историю философии, тоже там было два тома истории философии, которые он конспектировал для себя, пополнял свое незаконченное гуманитарное образование. Мало того, он там начал писать по вечерам, уже после, значит, работы, и вот то, что вы видите, это уцелели фрагменты еще в юности вот этого задуманного романа революция, это начальная глава августа 14-го, листочки А4, разрезанные на четыре части, на оборотной стороне трофейные бумаги какой-то там фирмы, немецкой фирмы Лоренс, вот, и вот они у нас тоже есть. Ну, пока его не отправили там за несогласие, вот это, кстати, фотографии, сделанные ровно в 30 лет, вот на шарашке позволяли, значит, казенный костюм, казенный галстук, казенная рубашка, заключенным этой шарашке позволяли в день рождения сфотографироваться, кто хочет, и послать домой со словами, что у них все хорошо. Ну, довольно так уже лицо, не такой молодой, сел он вообще в 27 лет, ну, и тут ему стал быть сколько, 48-й год, ровно 30 лет. Ну, вот, дальше пошли три года этапов и каторжных лагерей, он оказался в в Акибастузе, таком лагере в Казахстане, но эти три года этих лагерей, тем не менее, оказались для Солженицына все равно плодотворными, хотя писать там было нельзя, но в архипелаге он описывает, он так писал иногда, в понуренной колонне под окрике автоматчиков я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, скорее туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен, и счастлив, то есть он сочинял в уме, без бумаги. Но как же писать в особом лагере? Память – это единственная заначка, где можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы. Я решил писать маленькими кусочками по 12-20 строк, от делов заучивать и сжигать. Ну вот в помощь запоминанию и для самопроверки, что он не забыл, потому что он написал там поэму в 12 тысяч строк, написал самую жизнерадостную из своих драматических, из своих пьес первопобедителей пьесы в стихах. Вот он написал ее на общих работах в лагере в уме. Но нужно было проверять, записать было негде, значит, нужно было, нельзя было хранить, нужно было проверять, и он в помощь себе сделал из пробки четкие, где каждая десятая звенушка была другой формы, все такие кругленькие, одинаковые, а каждая десятая другой формы. И он просто видел, как на пересылках литовцы использовали четкие, молились, и надзиратели у них не отбирали их. И поэтому он тоже так сделал. и, значит, перебирая четкие, каждую десятую строчку он знал уж совершенно точно. И если на эту нестандартную звенушка попадала не та строка, то он понимал, что какая-то строка беглянка убежала. Надо повторять заново и искать, какую забыл. И блокнотик этот, в котором красным, это он потом написал, что экипостовский блокнот, там одни цифры. Он этими цифрами тоже как-то себе в помощь писал, сколько стров там, сколько, в какой главе, сколько стров туда-сюда. В общем, там не было никаких слов, но это на самом деле было подспорье сочинителя. Ну и вот один том словаря Даля, который ему подарил, между прочим, Лев Копелев, которому с волей прислали, когда они на шарашке вместе сидели, то, видя, как кто-то увлекается этим словарем, когда его отчистили из шарашки, то он дал ему с собой этот том. И этот том был с ним, в общем, весь он не расставался с ним, потому что словари не были запрещены, и, в общем, он с ним не расставался весь лагерь. Но потом вот написал самый заслуженный том, прошел со мной все пересылки и этапы 50-го года, весь экипостус читан в бараках и на поверках скрывал все мое писательство тех лет, со мной освободился. А вот вырезанный кусок здесь был насильственно поставлен штамп КВЧ, культурно-воспитательная часть бастузского лагеря. И он из ненависти к этой печати отрезал, за что я его потом очень корила. Ну вот, ну и после, значит, восьми лет лагерей отправили его на вечное поселение. Так и прямо и стояло в бумаге вечное поселение, вечная ссылка. Да, а вот теперь у нас все четыре тома, они стоят у нас дома и в очень потрепанном виде, но Александр Ильич запрещал их переплетать заново в новые хорошие обложки и говорил, что вот он их любит такими и ну вот так они в таком виде довольно... А вот через сорок лет он выпустил вот такой русский словарь языкового расширения. Это выжимки из словаря Даля, экстракты, как он говорил, которые он делал в течение всей жизни. Они содержат слова, которые мы уже не употребляем, но которые все понимают, которые не нужно лазить в толковый словарь, чтобы их понять. Вот если сказать во фразе любое из этих слов, вы все его поймете, хотя никто из вас их не употребляет. Так вот, после, значит, восьми лет лагерей была вечная ссылка в ауле Коктерек Джамбульского района Казахской ССР. Вот этот снимок сделан уже в ссылке. Их пять человек одновременно освободились, и они вывезли свои номера, зашив их, ну, запихав их внутрь телогреек. Вывести легально их было нельзя, но вообще это был уже 1953 год, уже так восстание, шли по лагерям, не очень шмонали, и они запихнули эти мягкие номера, из этих четырех номеров у нас тоже сохранилось три. Когда они приехали в ссылку, то они через некоторое время друг друга на пустыре сняли, ну, значит, вытащены номера, их так прихватили и сняли друг друга, и так у каждого из них осталась память о лагере. Эти лагерейка тоже у нас сохранилась. Первое время взяли его, как это называется, счетоводом в Прадмак, а он очень хотел преподавать в школе, очень хотел, но, значит, надеяться на это было трудно. Однако повезло ему очень, потому что не оказалось, что-то случилось, или заболел, или уехал. В выпускном классе нужно было срочно, весна уже шла, выпускной, десятиклассники, тогда десять лет было, нужно было выпускать класс, и не было учителя математики и физики, его взяли. Вот он жил в такой глиняной холубке, она стояла на самом краю поселка, этого аула, дальше уже был только степь. Жил он один, да, его мать умерла в 44-м году, пока он был на фронте. Отца, я говорила, он вообще не знал. Жена, на которой он женился в 40-м году, которая училась в том же университете, тоже на химфаке, его не дождалась, и пока он сидел в лагере, вышла замуж за другого. В общем, он один на всем свете, просто никого. Но нашлась подруга матери, мне он всегда говорил, что она крестная, но она не была, на самом деле, просто вот так он ее считал, она не была его крестная, крестная была тетя. Ну, в общем, она как-то его разыскивала, и нашлась, и вот он ей писал письма и слал фотографии. Когда она умерла, эти письма она вернула нам с фотографией. Вот тут он хозяйничает. Из этого письма он пишет, в доме у меня пока голо, вместо кровати три сколоченных ящика, матрас со стружками, а сверху черное сукно одеялом. Стола еще нет, пользуюсь чужим, но скоро будет. На кухне ящик фанерный с подбитыми к нему ножками изображает посудный шкафик. Впрочем, всего посуды у молодца, что медный крест да пуговка оловца. Ну вот, я, как уже сказала, ему очень повезло, его взяли, поскольку срочно нужен был учитель математики в средней школе, и он преподает с апреля 1953 года по май 1956 года. У него два класса, казахский и смешанный, где учатся дети ссыльных, которых там было очень много, немцы по Волжи, украинцы, чечены, их было много в Казахстане. И в архипелаге он о них вспоминает так. Это были дети, а тут он ведет их в степь на занятия по геодезии. Надо сказать, во всех своих школах он, помимо преподавания, еще всегда заводил какие-нибудь кружки и старался учить детей тому, что может им по условиям их жизни понадобиться в жизни. Вот этим детям, живущим, в общем, на краю пустыни геодезия, вот он завел такой кружок по геодезии, вот он их ведет. В архипелаге он так пишет, это были дети особенные, они вырастали в сознании своего угнетенного положения. Они, каждый, ощущали свой ошейник из самого детства, сколько помнили себя. Весь интересный, обильный, клокочущий жизнью мир был недоступен для них. И этим ссыльным детям, если хорошо преподавать, то это было им единственно важное в жизни, это было все. При таком ребячьем восприятии я в когти-реки захлебнулся преподаванием и три года, а может быть, много бы еще лет, был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтобы справить и восполнить недоданное им раньше. Я назначал им вечерние дополнительные занятия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения. И они являлись такой дружностью и азартом, как не ходили в кино. Мне дали и классное руководство, да еще в чисто казахском классе, но и оно мне почти нравилось. Вот этот казахский класс, он сидит в белой рубашке посередине. Ну, в каком-то году, когда уже он был известный автор одного дня Ивана Денисовича, но еще в советские годы, в какой-то тамошней алматинской, по-моему, газете было напечатано довольно много отзывов его бывших учеников и коллег-учителей. Я прочитаю вам только два. Такая Татьяна Лызлова, которая преподавала литературу в этой школе в Когтерике после Ярославского педагогического училища. И вот она опубликовала, вспоминает, ну, там длинные воспоминания, но вот кусок. Он сразу покорял своим внутренним обаянием, всесторонней образованностью и особенно в литературе, что меня всегда изумляло, поскольку он был учитель математики. Все дети в нашей школе были влюблены в математику и в Солженицыно. Дети великолепно ее усваивают и легко пишут замысловатые формулы и бегают с тайкой за своим учителем, который ходит по поселку в поношенных ботинках и таких же поношенных брюках. И никто не обращает внимания, что у него всего почитай две рубашки. Одна в желтую полосочку, другая белая, единственная белая, с прохудившимся воротником, который некому заштопать. Один из учеников пишет, Скоков его звали, прислал, значит, такое письмо-отчет Александру Саичу о себе и одноклассниках. Это не печаталось, это просто у нас в архиве письмо. Я учился... Это когда вот он стал Солженицын, но автор одного дня Ивана Денисича. Я учился у вас три года. Прошли мы с вами все фундаментальные предметы. Мне, вашему ученику, который получал тройки и четверки по математике, удалось получить отличные оценки при поступлении в Новосибирский институт и с отличием его окончить. Я больше не встречал ни в учебе, ни в жизни человека более трудолюбивого, честного, знающего все на свете. Я помню ваши слова на выпускном вечере, когда мы восхищались вашим знанием математики, а вы тогда сказали, ребята, я знаю лучше русский язык и литературу. Ну, в ссылке он пережил из счастья учительства и страшную болезнь. Вот там его настигнули. Рак его настиг на самом деле в лагере, только он не знал, что это рак. У него была там операция, ему вырезали опуполь, но врач, который вырезал, его на следующее утро отправили на этап. И, в общем, Солженицын, ну и врач в тот момент не знал, но врач отправил, вырезанный отправил в Омск, в гистологическую лабораторию, что потом очень помогло, хотя... Да, так вот, когда он попал в ссылку, то буквально через год после той операции у него начались страшные боли, пошли метастазы по всему телу. Ну вот здесь он таки больной, кто знает раковый корпус, а на самом деле все думают, что Костоглотов, Олег Костоглотов, автобиографический герой, на самом деле автобиографическая, там только болезнь. Вот болезнь, которую он описывает, точно его болезнь, а остальная судьба, ну и то, что он тоже сидел, но все-таки как попал в лагерь, все остальное, там другое. Так вот, страшную болезнь тоже пережил. Грозило погаснуть с моей головой и все мое лагерное заучивание. Это был страшный момент. Смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. Ну, в ссылке еще много чего. Тут он или в эстраде проверяет, или уже пишет. В Круге Первом он там начал. И вот 1956 год. В 1956 году, через два месяца после 20-го съезда Коммунистической партии, распустили политическую ссылку. Ссылку по 58-й статье распустили. И он, поскольку он один, у него никого нет, другие ссыльные там или женились, или как-то, в общем, с семьями, с детьми, матерей туда выписали. В общем, он один, ему легко, и он, как только кончился учебный год, он уезжает в Среднюю Россию. Вот тут он счастливо раздает свои ящики. Вот три таких фанерных ящика служили ему постелью все эти три года. Он их раздает и уезжает в Среднюю Россию. Но из ссылки, надо сказать, ссылку он свою любил. И потом всегда вспоминал ее с волнением и, в общем, с каким-то счастьем. Назвал ее «Прекрасная ссылка». Он много вообще вынес из летней воли. И вот делился этим так. «Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званиями. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью. Не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку, и сладкого не до полна. Протрите глаза, омойте сердце, и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не броните. Ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок, и таким вы останетесь в их памяти». Ну, конечно, это тоже те годы, когда над каждым висело. Да, так вот, через два месяца после 20-го съезда Солженицын смог уехать в Среднюю Россию. Вот это дом Матрёны. Кто читал «Матрёне двор» и даже в углу своего дома у ворот видно стоит Матрёна. И кто помнит начало «Матрёны двора», там пишет Солженицын, что летом 56-го года «Из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу, без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой внутренней России, если такая где-то была, жила. За год до того, по всю сторону Уральского хребта, я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли, а меня тянуло учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, в пустую проезжу. Однако нехватка учителей после войны, вообще всегда после больших перетурбаций, нехватка учителей. И вот в посёлке Мизиновский посреди Мещерских болот и торфоразработок во Владимирской области стал он учить детей физики и математики. Теперь уже вольный учитель служеницем. Вот стоит Матрёна, снимок самого Эльцинсаевича. Он тут сидит на таком маленький пруд, который теперь высох. Поселился он в деревне Мильцево, в соседней деревне с этим Мизинском, полтора километра, почти два надо было ходить туда каждый день. Вот у Матрёны Васильевны Захаровой. Там он захлёбно писал, как он сам писал, захлёбно писал роман в Круге Первом. Первую редакцию он кончил именно у Матрёна. Ну, а через полгода Матрёна погибла от нелепого случая на железной дороге. Этот разъезд и сейчас очень противный, мы туда ездим иногда. И тут тоже Солженицын кружок по электротехнике. Учил детей делать астролябии, вообще разные приборы, которые могли им в жизни помочь. Тогда, в 1956 году, в этой школе обучалось более тысячи детей. Была средняя школа. В классах сидело по 40 учеников. И Солженицын так вспоминал. «Преподавание в Мизиновской школе я пытался оживить, но не достиг и отдалённо когти рекских результатов. Дети были из семей, придавленных нуждой. А многие и в школу-то ходили за пять свёрст по полю напрямик из окружных деревень, только чтобы здесь в лавке хлеба купить. А можно остаться и на второй, и на третий год. Русский район. Тут было много погибших на войне отцов. И оттого дети их получали хоть и ничтожную пенсию, но до окончания средней школы. Для нищих колхозниц и это был заработок. Не спеши, сынок, кончать». И вот высокий худощавый математик с зачёсанными назад волосами, в кирзовых сапогах, в простом костюме, с командирской сумкой, всегда ходил с этой офицерской своей сумкой, на длинном ремне, через плечо. Он там запомнился надолго. Потом тоже печаталась масса воспоминаний. Ну вот я прочту три из них. «Он всех зажигал своей энергией. Умел построить урок так, что скучать или дремать было некогда». Другой ученик пишет. «Времени на урок нам всегда не хватало. 45 длились 5, казалось, минут. Он научил нас работать, мыслить точно, при этом не потеть, а играть. Он жил стремительно, жадно. Мы ринулись за ним в поток жизни, который из деревенского, сонного, вдруг оказался головокружительно интересным, едва ли не сбивающим с ног». Еще другой пишет. «На оценке был скуп. 4 с плюсом – потолок. На 5 шутил он, я и сам не знаю». Это любимый ученик Сережа Фролов, живой, до сих пор преподает в Владимирском университете. Следующий учебный год Солженицын начал уже в Рязани. Его жена, которая ушла к другому, теперь разошлась с тем мужем и вернулась к Солженицыну. В общем, на несчастье их обоих жизнь не сложилась и замучила их обоих. Но так или иначе, в Рязани он переехал к ней, она там преподавала в сельскохозяйственной академии. И там 5 лет, с 57-го, Поша вот жил в этом бараке, а вот в этой школе здание точно такое стоит и сейчас. Это старейшая, самая престижная школа города. До революции она была, по указу Петра I, там размещалось первое Рязанское духовное училище. И в середине XIX столетия там, кстати сказать, учился наш будущий нобелевский лауреат, академик Павлов. Ну вот он преподавал в этой школе, и сейчас в этой школе есть класс Солженицына, и там дощечка висит. Ну, в общем, здесь ему не пришлось преподавать математику, место математика было занято, он жалел об этом, ввел физику и астрономию. Но физика в его исполнении тоже была увлекательна и темпераментна. Он умел просто, почти шутя, изложить самые сложные вещи. Вот ученики так отзывались об этом. Не знаю, какой из него получился писатель, но учитель, он первоклассный. Стремительная походка, редкостная, пунктуальная, экономия времени на всем, интенсивная работа, все 45 минут урока, энергичные блиц-опросы. Уроки астрономии Исаич вел, пожалуй, еще увлечения, чем физики. И, наконец-то, а это вот урок, вот здесь был урок фотокружок. И, наконец-то, он много путешествует по Средней России. Ну, летними, конечно, у учителей были длинные каникулы, летними маршрутами и пароходными, и поездными, и велосипедными. И вот из этого щемящего соединения такой ненарушенной красоты природы и разоренной русской старины из белоснежных колоколин и вымерших деревень родились крохотки. Вот это Калязинская колокольня, кто не знает, надо поехать обязательно посмотреть, она до сих пор стоит. Крохотки так и не были напечатаны в Советском Союзе, хотя журнал «Семья и школа» очень хотел напечатать их, и уже был набор, но было запрещено набор рассыпем. Но сейчас многие учителя школьные преподают, проходят с детьми, в шестом-седьмом классе проходят чудесные, чудесные рисуют иллюстрации к ним. Это Псков, вот он сидит, разговаривает с нищенкой на паперте монастыря, это в Ясной Поляне. Тут три практикантки-аспирантки, и самая дальняя от Солженицына, это Нина Ивановна Попова, которая сегодня директора музея Ахматовой в фонтанном доме. А тогда они были практикантки, ну, случайно просто он попал так, и снимок вот был сделан, и она мне этот снимок подарила вот недавно. Вот. Весной 1959 года, это на верховьях Дона, на Епифане, это все крохотки. А вот за этим столиком во дворе дома с колоченным таким самодельным столиком Солженицыным в мае-июне 1959 года написал Иван Денисовича. Написал страшно быстро. Вот начались каникулы, вот он сел и написал за 40 дней. А осенью того же года написал Матрильный двор. Ну, написал и спрятал. Но потом, когда уже 22-й съезд прошел, и Твардовский сказал замечательную речь, и как-то завеяло вроде каким-то послаблением, то вот друзья уговорили его отдать в новый мир. Это был наш самый либеральный и прекрасный журнал. И вот осенью 61-го года вот такая машинопись без полей, без расстояния между строчками рукой сближалась на машину. Пишущая машинка, небось, молодая, никто даже не знает, как она выглядит. Компьютеров, сами понимаете, не было. И с двух сторон. Значит, он печатал так, даже не из экономии бумаги, а из экономии кубических сантиметров того, что надо спрятать. Потому что все это надо прятать. Чем меньше займет место, тем легче прятать где-нибудь в полотеном шкафу или там еще где-нибудь. Так вот, осенью 61-го года вот такая машинопись была передана главному редактору журнала «Новый мир» Александру Леонидовичу Твардовскому. И вот как Твардовский потом рассказывал, он вечером лег в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трех страниц решил, что лежа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежаясь с чаем на кухне, читал рассказ. Первый раз, потом и второй. Так прошла ночь. Пошли часы по-крестьянскому утренние, уже Твардовский и не ложился. Он звонил и велел узнавать, кто автор и где он. Особенно понравилось ему, что это не мистификация какого-нибудь известного пера, что автор и не литератор, и не москвич. Вот с той ночи Твардовский решил во что бы то ни стало опубликовать рассказ об одном дне Ивана Денисовича в своем журнале. В воспоминаниях Виктора Платоныча Некрасова, другого нашего прекрасного писателя, описано, Виктор Платоныч жил в Киеве, но очень дружил с Твардовским. Часто приезжал в Москву. Когда приезжал, они всегда по многу раз виделись и встречались. Вот он жил у кого-то из их общих друзей, и вот он описывает, как Твардовский вдруг ворвался в эту маленькую комнату, и как он пишет, он большим своим телом порхал по этой тесной комнате и говорил, печатать, печатать, никакой цели другой нет. Все преодолеть, до самых верхов добраться, доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Чёрта с два, вот она в этой папке с завязочками. И вот отчаянными усилиями Твардовского и сложными, разными, так сказать, манёврами рассказ был напечатан в ноябрьской книжке «Нового мира» за 1962 год стотысячным тиражом. И затем напечатан в советском писателе маленькой книжечке и в роман-газете. Вот это, собственно, всё, что было напечатано Солженицын до его потом изгнания. Ну, ещё в «Новом мире» было напечатано четыре рассказа. Так вот, в редакции журнала, после того, как появился в ноябре 1962 года этот рассказ, бесперебойно звонил телефон. Звонили совершенно незнакомые люди, благодарили, плакали, искали автора. В библиотеках записывались в очередь. На улицах москвичи осаждали киоски. И наш покойный академик Аверинцев тоже напечатал такое своё воспоминание об этом моменте. «Чего стоило идти по Москве, видя у каждого газетного киоска соотечественников, которые спрашивают всё один и тот же, уже разошедшийся журнал? Никогда не забуду человека, который не умел выговорить название «Новый мир»» и спрашивал у киоскёрши, «Ну и это, и это, где вся правда-то написана?» И она понимала, про что он. Это надо было видеть. Тут уж не история словесности, история России. В том же ноябре Варлам Шаламов прислал письмо Солженицыну. Я ещё не были знакомые, но только прочитал. «Я две ночи не спал, читал повесть, перечитывал, вспоминал. Повесть как стихи, в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что, я думаю, «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал». Но не прошло и полгода с публикации «Одного дня» Ивана Денисовича, как началась контратака партийных охранителей. Журнал «Новый мир» обвиняли в очернительстве, а против самого Солженицына развернулась компания клеветы закрытых трибун, а в открытой печати травля. Но к тому времени уже рассказ был прочитан миллионами наших граждан, в переводах издан на нескольких десятках европейских и азиатских языков. Тут просто письма, которые шли, и вот главное, что публикация Ивана Денисовича, она будто прорвала плотину, поскольку раз легально напечатали, значит, как бы можно об этом говорить. Солженицын стал получать огромное число письм отовсюду. Письма тоже, к счастью, сохранились не у нас, а в редакции «Нового мира». Адрес-то Солженицына никто не знал. Слали на «Новый мир». И в «Новом мире», значит, ну, все это, как полагается, в архиве все это сохранялось, а когда разогнали «Новый мир», то они как-то успели сообразить и все это, весь свой огромнейший архив, в том числе и это, сдали в «Цгале». Тогда называлось «Цгале», теперь называется «Цргале». И так это сохранилось. Так что, да. Так вот, Солженицын был ошеломлен, он говорит, а из «Нового мира» уже пересылали ему. И он говорит, каждый день притаскивает рязанская почта просто в Рязань без адреса и из «Нового мира» ему доставляют просто пачками эти письма. Взрыв писем от целой России, льются ко мне биографии, случаи, события. Вот это тогда был тот момент, когда архипелаг, задача написать архипелаг стала для Солженицына нравственно неизбежной. Он как бы стал доверенным летописцем народного горя. Он задумал архипелаг и начал его раньше, в 1958 году. Начал, но как начал, так и отскочил, потому что почувствовал, понял, что описать всю эту громадину на основе только опыта своего и своих друзей, тех, кого он встречал на этапах, все равно этого недостаточно. Он хотел именно показать, как устроена была вся система. И он начал, но отложил. А вот после Ивана... Фактически Иван Денисович и породил архипелаг, то есть последствия Ивана Денисовича его породили. И вот Солженицын в предисловии к архипелагу, в одном, там, три таких маленьких предисловия, одно из них написано «Кроме всего, что я вынес с архипелага шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах 227 свидетелей. Это наш общий памятник всем замученным и убитым». Вот архипелаг, рукопись, которая тоже совершенно чудесным образом сохранилась. Писал он ее в Эстонии. Вот это главная жемчужина нашего архива. Надо сказать, что в сентябре 1965 года Госбезопасность арестовала архив Солженицына, рукописи писателя, которые хранились у его друзей. И он и так уже был как бы нежелательная персона. В общем, надо было спешить писать архипелаг, потому что его положение у нас в Отечестве становилось не только шатким, но уже угрожающим. Он понял, что все свои заготовки к архипелагу тоже надо спасать, потому что обыск может быть в любой день. И он уехал, писал архипелаг в укрывище на глухом эстонском хуторе, в таком зимнем доме, правда, отапливом, но в котором зимой никто не жил. И вот он писал его «Две зимы к ряду, скрытые начисто от ГБ и от слухов». Это он сам вспоминает. В первую зиму с 1965 на 1966 год он пробыл на хуторе 65 дней, а во вторую зиму 81 день. Так, вот он вспоминает, так, как эти 146 дней в укрывище, я не работал никогда в жизни. Это был как бы даже не я. Меня несло, моей рукой писало. Я был только бойком пружины, сжимавшейся полвека и вот отдающей. Это были вершинные недели и моей победы, и моей отрешенности. Вот эту драгоценную рукопись сохранили эстонские друзья. Она пролежала в земле, в какой-то асбестовой трубе, там сто раз завернутая, закопанная. В общем, и когда мы вернулись, в 1994 году позвонили из эстонского посольства и сказали, что вот какие-то эстонские друзья хотят нам что-то вернуть. И я поехала в это посольство и нам вернули эту рукопись. Солженицын оставался верным новому миру. До сих пор табличка висит, хотя Новый мир всячески старается оттуда выселить. Ну, в общем, вот он у входа в Новый мир и все новое, что он писал, приносил туда. Но попытки Твардовского, страстные попытки что-либо еще напечатать, напечатать в повесть, например, о Кваку, корпус, остались безуспешны. Ну, не говоря уж о в круге первом. Травли и клевета набирало обороты, ведь он был запрет на само имя Солженицына, на все, что выходило из-под его пера. И тогда книги Солженицын подхватил сам издат. И раковый корпус, и в круге первом, и эти крохотки несчастные, которых не дали семье и школе опубликовать, их передавали из рук в руки, читали по ночам, фотографировали, перепечатывали, на пишущих машинках перепечатали, а то и переписывали от руки. Можно было вообще всю презентацию строить только из этих абсолютно невероятных экспонатов. Ну, я и так уже, у нас времени не хватит, поэтому этого я не стала делать, но у нас, например, тоже, когда мы вернулись, нам подарили, полностью от руки переписанный раковый корпус. Писала женщина из Тбилиси, которая была художницей студии мультфильмов. Вот она от руки изумительным почерком переписала весь, и в простой такой папочке, такой, как делала производитель, и нам подарили драгоценнейший подарок. Правда, на одной странице такой круглый след от чернильницы. Вот это рукопись ракового корпуса. В круге первого машина, это рукопись, а рукопись он сжёг. В это время ему очень помогли друзья. Нескольких из них я покажу. Ну, это всем известный Корней Иванович Чуковский, на даче которого Алисен Сеевич время от времени бывал. это его дочь Лидия Корнеевна и внучка Лидия, дочь Лидия Корнеевна и внучка Елена Цезарьевна Чуковская, которая вся семья, в общем, все годы до своей, до своей смерти и Корней Иванович, и потом Лидия Корнеевна были большими друзьями Солженицына, а Елена Цезарьевна была и такой прямой помощницей, очень, хотя она тоже была химик. В общем, поддержка была и старых, и новых друзей. Он был, конечно, не один. Ну, вот в марте 1969 года Солженицын наконец обрадил. Да, вот Растропович, еще с которым подружились в 1969 году и у которого потом какое-то время, вот когда его исключили в 1969 году из Союза писателей, он стал вообще, ну, просто, как говорится, тунеядец вроде как, нигде не работает и уже не в школе, и уже не член Союза писателей, что давал возможность работать дома. Вот тогда его позвал к себе Растропович, и он некоторое время жил там. Ну, это вот путешествие, это мы вместе уже путешествовали. В общем, в марте 1969 года Солженицын обратился к главному своему труду, вот к тому самому замыслу с 18-летнего возраста написать эпопею о русской революции. Он начал над ней работу уже конкретную, реально сел писать. А в ноябре того же года его исключили из Союза писателей. И тогда Солженицын тогда, оно было знаменитое, сейчас, конечно, его никто не помнит, а зря, потому что, например, термин гласности намного раньше Горбачёва употребил Солженицын в этом письме секретариату Союза писателей. Он тогда в ответ на это исключение написал «Слепые поводри слепых, протрите циферблаты, ваши часы отстали от века. Вы даже не подозреваете, что на дворе уже расцветает. Гласность, честная и полная гласность, вот первое условие здоровья всякого общества. Кто не хочет отечеству гласности, тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтобы они гнили там». Так что Горбачёв плагиат совершил. Но он этого не знает, пусть спит спокойно. Ну вот, в конце 70-го года, да, это уже канун изгнания, вот в конце 70-го года Солженицыну присудили Нобелевскую премию с такой формулой за нравственную силу, с которой он продолжил извеченную традицию русской литературы. Однако в Стокгольм он не поехал, потому что подозревал, что ему отрежут путь назад. И когда в перестройку опубликовали документы, то оказалось, что он правильно это предвидел, ему бы, и у него бы тут же отобрали гражданство и назад не пустили. Так что он в 70-м году, когда он стал лауреатом, он не поехал в Стокгольм. Ну вот, тем временем он закончил первый узел Красного колеса август 14-го и погружен уже в следующий, в октябрь 16-го. А готовый архипелаг держит в засаде, спрятав его в несколько мест, потому что открыть архипелаг – это голова на плаху, это он понимал, конечно, и уж, конечно, роман о русской революции не попишешь. Поэтому он наметил сам, что он будет публиковать архипелаг в 75-м году. Может быть, это и не осуществилось бы, может быть, он еще бы отложил, потому что роман-то двигался не так быстро. Но судьба распорядилась иначе, и в августе 73-го года в Ленинграде КГБ выслеживает и захватывает одно из хранений. Ну, там тоже длинная, совершенно невероятно трагическая история, но то, что он захватывает промежуточный машинописный экземпляр, который Солженицын велел сжечь, и о котором хранительница его, Елена Денисовна Воронянская, написала ему, она была литературно одаренная человеком, безусловно, она написала ему письмо с отчетом, как она сжигает его в осеннем лесу, и как летят листья, вот эти сожженные, значит, сажей обугленные листы, и тут же кленовые листья летят, а на самом деле не сожгла. Она боялась, а вдруг везде пропадет, а она сохранит. Она далеко, она в Ленинграде, она не из ближайших помощников, хотя она была одна из тех, кто перепечатал в какой-то момент. И она поплатила и жизнью за это, потому что ее держали в этом большом доме на допросах пять суток подряд, не давая спать, и она выдала это место, ее отпустили, она пришла домой и повесилась. Так что, как говорил Александр Исаевич, вот так судьба повесила еще один труп над обложкой этой книги. В общем, ребят, да, и вот, когда нам сообщили тоже с некоторым опозданием, друзья из Ленинграда, там сообщили, что, так сказать, условной фразой, что, в общем, провалился архив, мы его называли условно архив, еще бы не разобрали по телефону, казалось, что архив, какой архив, там вроде нет никакого архива. Ну, в общем, когда он понял, что таки провалился архипелаг, то он дал отмашку печатать его в Париже в эмигрантском русском издательстве «Инкопресс» Никите Струва, который тогда еще не был нашим другом, но потом стал большим другом всей жизни. И на этом, что, печатайте, там набирали на ленотипной машине три с половиной месяца, эти три с половиной месяца голова висела, конечно, на волоске, кто раньше. И вот это первое издание, и только оно, там в начале были такие строки, в следующих изданиях их уже не было. Солженицын писал, «Со стеснением сердца я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги. Долг перед живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность все равно взяла эту книгу, мне ничего не остается, как немедленно публиковать ее. Ну вот, вышел 28 декабря 1973 года. Услышали мы здесь, в московской квартире, по радио, что вышел архипелаг раньше, чем мы думали, если бы думали, что где-то выйдет вокруг православного Рождества, числа 7-го. Ну вот. Ну и началась сразу с середины января, каникулы себе взяли, а с середины января 1974 года в центральной печати распалилась шумная газетная травля. На Пушкинской площади висели эти окна роста, где, значит, были такие карикатуры, мало не покажется. Ну, в общем, с каждым днем накалялся такой градус как бы, якобы, народного гнева. А навстречу унеслись европейские вот это из нашей центральной печати. А навстречу унеслись европейские разные отклики, что вот, мол, против вооруженных повстанцев можно послать танки, а против книги что? Или расстрел, Сибирь, сумасшедший дом только подтвердили бы как прав Солженицын. Пробились к нему западные журналисты в Москве, спрашивают, как вы думаете, поступят с вами власти. Он ответил, это тогда же было опубликовано, но в переводе, совершенно не берусь прогнозировать. Я выполнил свой долг перед погибшими, это дает мне облегчение и спокойствие. Это правда причина была изничтожиться, ее забивали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана, и этого уже никому никогда не стереть. Он объявил еще здесь, когда мы были, что отказывается от всех гонораров за архипелаг, они пойдут на поддержку семей политзаключенных в Советском Союзе. Так возник тогда Солженицынский фонд помощи и работает он и по сей день. Мы сегодня еще помогаем узникам того старого ГУЛАГа. Если сегодня есть люди, которых, скажем, несправедливо посадили, то мы им не помогаем, потому что сегодня много богатых людей, которые могут помочь и за это не сажают. А мы помогаем тем старикам, которые почти, они умирают очень быстро, но все еще несколько тысяч подопечных у нас есть, людей того сталинского ГУЛАГа. Ну вот, значит, на Политбюро, ЦК КПСС, на Политбюро было решено Солженицын из СССР выслать. Его 12 февраля арестовали, 13 февраля в Лефортовской тюрьме ему зачитали вот этот указ о лишении гражданства. Его не публиковали, нам его подарили тоже теперь уже, когда мы вернулись, и то кто-то, кто его выкрал. А напечатали только объявление ТАСС в известиях, было напечатано, что вот такой-то гражданин лишается гражданство и высылается из страны. Его конвой из 8 человек сопровождал его до аэропорта Шереметьево и в самолете, тоже в полете до приземления во Франкфурте. Он не знал, ему не объявили, куда его везут, он не знал. Ну вот, когда сели, то он прочитал Франкфурт-Аммайн на вывеске. Ну, мы с детьми последовали за ним спустя 6 недель. Эти 6 недель мне нужно было как-то переправить, тайно переправить его архив, без которого он не мог бы продолжать работу. Архив Красного Колеса, который был огромный, и все эти заготовки, если бы пропали, их восстановить там было бы уже невозможно. Там он получил много и другого материала, которого здесь не было, но результат его разговоров и записи, в общем, свидетельствовали людей, которые были свидетелями тех событий, уже восстановить было бы нельзя. Вот спустя, ну вот этот самолет, на котором мы его везли, это домик Генриха Бёля под Кёльном, там вот они стоят, Солженицын и Бёль стоят, а это корреспондентов, куча, конечно, навалились, встречали его. Вот они с Бёлем на следующее утро, Бёль пытается выйти на свежий воздух и утихомиливает корреспондентов, ну, в общем, тщетно. Солженицын начинает работу, да, он три дня только пробыл там у Бёля и уехал в Швейцарию, где мы жили первые два с половиной года, и в декабре 74-го года уже было избежать этого было бы неприлично, и он поехал в Стокгольм получать свои нобелевские знаки. Ну, они состоят из диплома, диплом, и сейчас это так, диплом делается в одном экземпляре, его рисует художник, тогда художники-иллюстраторы ещё читали то, что они иллюстрируют, и вот, значит, здесь кое-что из рассказов и крохоток Солженицына изображено. Надо сказать, что распространённое очень мнение, что Солженицыну дали Нобелевскую премию за архипелаг ГУЛАГ, ничего подобного, ему дали в 70-м году, когда архипелаг не был напечатан, никто об этом не знал, дали по совокупности того, что было в тот момент опубликовано в России «Один день Ивана Денисовича» и ещё четыре рассказа, и на Западе «Раковые корпусы» в круге первом и переведены были на языки. Вот это та совокупность, за которую он получил Нобелевскую премию. Ну вот это диплом, а это медали. Такие же медали, вот они такие, всегда и есть на одной стороне Альфреда Нобеля, а на другой внизу, значит, имя того лауреата, которому дают, и по кругу выбит фрагмент двустиша из «Инеиды Вергилия». Это шестая песня, стих 663-й. «Тем, кто украсил жизнь, создав искусство». Такая медаль, значит, год и имя лауреата внизу. Ну вот, надо сказать, что вот эта боль остроты от внезапного лишения родины, друзей, семьи, вообще всего. Первые месяцы были полны тревоги, вообще сможет ли писать от этой встряски, как вообще, что это все будет. Но один верный путь Солженицын всегда знал, уйти в главную работу, она сама и выведет. И он много работал, и здесь он сидит в Гувернском институте в Америке, где это лучшее на Западе хранилище по истории русской революции. Потом он работал в архивах Ельского университета, Колумбийского, а дома мог получить любой нужный источник по межуниверситетскому абонементу. В общем, история революции и работа над ней были, в общем, дыханием, составляли его жизнь все годы изгнания. Пишет, «Я чувствовал себя мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию послесоветскую, будущую. Мостом, по которому перетаскивается тяжело огруженный обоз истории, чтобы бесценная поклажа его не пропала для будущего». В общем, «Красное колесо» потребовало 20 лет неразгибной работы с 69-го по 89-й. И работа шла без перерывов летом и зимой. Это вот он любил на улице писать всякие себе, делал столики. это мы с ним работаем, спорили много, надо признать. Ну, да, вот это такая машина, на которой тогда не было еще компьютеров, на которой это вот наша работа, значит, переписка на полях по поводу. И вот, в конце концов, это 20-томное вермонтское так называемое собрание сочинений, которое вот мы сами сделали в Вермонте, а в Париже ее только переснимали. И вот тут, надо сказать, вот это Никита Струя, который приезжал к нам регулярно туда, в Вермонт. Да, мы переехали из Швейцарии в Америку, потому что там в Европе было невозможно жить. Мы жили в Цюрихе, Цюрих, в центре Швейцарии, в центре Европы, зимой и лыжи, летом, альпинизм. Туда ехала вся Европа и приходили, ну что, только пять минут пожать руку и подписать книжку, что вам жалко. И Александр Александрович сказал, что вся Европа сговорила, чтобы я ничего, кроме автографов, не писал. Надо уезжать. В общем, мы уехали. Надо сказать, я жутко не хотела уезжать далеко, но пришлось. И вот это уже в Вермонте. Жизнь у нас там была такая вполне деревенская. Ну, правда, путешествия были, но очень редкие. Тут он получает докторскую степень в Гарвардском университете. Тут он ездил, это вот в каком-то из православных монастырей разговаривает с монахиней. Это, правда, в Итани, где потом один из наших сыновей учился, с выпускниками. Ну, вот дети. Дети, когда приехали, вот они были такие маленькие, в общем. Это в Вермонт, когда мы приехали. Когда в Швейцарии, то младшего вообще несла в корзинки. И у нас была домашняя школа. Я занималась с ними русским языком и литературой, а отец всеми предметами. Я привезла все советские учебники, которые намного лучше американских. И, ну, по математике лучше. По математике, по физике у нас очень хорошие учебники были. Во всяком случае, намного лучше американских. Могу судить, потому что они учились в американской школе. Но до того, как они пошли в школу, их отец выучил алгебры, геометрии, тригонометрии, физики и астрономии сам по всем предметам. И они, это им пошло на пользу. Ну, вот тут он им что-то рассказывает. Младший, конечно, посажен просто для счету. А два старших, два старших у них разница. Они, у них маленькая вообще у всех разница. Но вот у старшего и того, который удивляется, разница там, примерно, ну, меньше двух лет. Но младший, этот средний, который музыкант, он наступал на пятки старшим и всегда и занимались они математикой и физикой вместе. И он был, как часто бывает у музыкантов, очень, как говорил Александр Александрович, Ермолай, это старший, он у меня пятерочник, а Игнат олимпиадник. То есть, так он был, наступал на пятки. Сыновьям, когда нас высуяли, было, соответственно, три года, полтора и шесть месяцев. И еще до деревенской школы американской, вот они начались интенсивно учиться в нашей домашней школе, где вот одним из учителей был отец, а другим я. И он сам об этом в своих очерках изгнания, такой теленок в изгнании, вспоминает так, «А вот затеваю я с двумя старшими и занятия по математике. Есть у нас и доска, прибитая к стенке домика, мел, ежедневные тетради и контрольные работы, все, что полагается. Вот не думал, что еще раз в жизни, но это уж последний, придется преподавать математику. А сладко. Стал ребятам от семи до десяти, повел с ними физику и астрономию. И в конце августа, когда рано выступает звездное небо, водил их с горы и мимо пруда на единственную у нас открытую полянку, откуда можно было видеть распах звезд. Там разглядывали и запоминали созвездия и элементы математические и основные линии на небесной сфере, которые в другой день показывал на доске. Созвездия втягивали жадно. Во все свободные детские дни, в каникулы или когда гололед или снежная буря, Аля снова, Аля, это я, снова и снова занималась детьми русскими предметами, а я математикой и физикой. Да, ну, надо признать, что мы потом использовали детский труд. Если бы в Америке это было широко известно, там это наказуемо. Но работали все, надо сказать. Они очень рано, мы научили рано пользоваться словарями и энциклопедиями. Ну, и вот Ермолай на первом плане напечатал полностью две книги. Мы выпускали такую серию исследований новейшей русской истории и Всероссийская мемуарная библиотека воспоминаний. Он напечатал сам, набрал, не просто напечатал, набрал, так что потом просто надо было фотографировать и все. Две книги из этих воспоминаний. Но это мы тоже использовали как учебник русского языка, то есть, чтобы была грамотность не только где А, а где он, и синтаксис, и все, и, надо сказать, очень помогло. В общем, семейный подряд. А в одном из интервью вот уже взрослый музыкант Игнат Солженицын, средний сын, так отозвался об отце-учителе. Он замечательный педагог, он обжигает, увлекает. Абсолютно не замечаешь времени, хочешь узнавать и узнавать дальше. Мои родители дали нам, братьям, прекрасное домашнее образование. Они привили нам главное – любовь к процессу узнавания. Потому что важно, конечно, не сумма знаний, которую можно получить там из Википедии, откуда хочешь, а именно хотеть получить эти знания. Ну, в общем, Солженицын, кажется, был единственным, да, это вот мы уже их провожаем, они очень рано уехали из дома. Вот эти двое уехали учиться в Англию, а потом и младше. И, в общем, мы там остались одни. Это вот они на каникулы просто приехали, какой-то был мой день рождения. Ну, и вот возвращение. Значит, Солженицын, наверное, единственный был, кто верил, что доживет физически, доживет до возврата на родину. Никто, конечно, вот он работал и ждал, когда откроется путь в Россию. Как он говорил, будущую, полубудущую или хоть немного благоприятную. Это в 78-м году он писал. И хотя рассудок не видит, как бы это могло статься, но всем предчувствием верю, что возврат произойдет еще при моей жизни. Вот так. Ну, так и случилось. Указ о лишении гражданства был отменен. Вот там Аляск, это мы через Аляску летели, встреча в Владивостоке. Ну, указ о лишении гражданства отменили, потом еще год не отменяли обвинение. У него же было обвинение в 64-й статье, по которой, вообще-то, вышка расстрел, вообще говоря. Целый год еще не отменяли эту статью, но потом отменили, и вот мы вернулись. Возвращался, он, надо сказать, это он на Дальнем Востоке с сыновьями уже большими. Надо сказать, что мы возвращались навстречу потоку людей, которые покидали страну. Был тогда отъезд ужасный. Ну, вот это в Хабаровске, это в Овсянке со Стафьевым, в Новосибирске, в ученом городке. Сын старший сопровождал его всю дорогу, два с половиной месяца он медленно ехал всюду, останавливался, разговаривал с людьми до Москвы. А я улетела с младшим что-нибудь в Москве искать, где потом поселиться, где жить. Это вот уже в Москве. И потом он еще много, он объездил 30 губерний, как он говорил, ну, областей, да. Много путешествовал, пока позволяло здоровье. Тут вот с бабулей, значит, что-то они обсуждают, земство, наверное. Тут стройбат какой-то попался по пути, со студентами книжки подписывает, в Боровске, в монастыре там тоже что-то записывает. Он давал много интервью, пока его не отключили. Это последний такой семейный снимок. Уже мы расплодились вот с одним из внуков. Это наш последний снимок за год до смерти. И вот похоронен, похоронен он был в некрополе Донского монастыря. вот похоронен. Его памятник Дмитрий Михайлович Шаховской, теперь уже тоже покойный, сделал этот памятник. Надо сказать, что в одном из последних интервью, в одном из последних лет его собеседник спросил, какое ваше самое большое желание? Такой, нельзя сказать, чтобы слишком оригинальный для журналиста вопрос. Александр Саич ответил, чтобы русский народ, несмотря на все многомиллионные потери в 20 веке, несмотря на нынешний катастрофический упадок, не пал бы духом, не пресекся в существование на земле, но сумел бы воспрять, чтобы в мире сохранились русский язык и культура, и сохранилась бы в том и моя скромная доля. У нас есть такой маленький контрабандный ролик, на 7 минут. Это ролик «Как вручают Нобелевские премии». История вообще такая, значит, я уже говорила, что Лжинист в 70-м году не поехал, а в 74-м Стокгольм поехал. А этот постоянный секретарь шведской академии, тогда это был такой поэт шведский, он поэт, и он еще сценарист, такой интересный был человек, Карл Рагмар Гиров. И он каждый раз, да, а еще был промежуточный, в 72-м году с Лжинистом, они ему все пишут, ну что же у нас лежат ваши эти дипломы, медали, и вообще как же так. И возникла идея, а вы приезжайте в Москву, и тут выручите. А, чудесно, прекрасно. Ну, и, значит, ну как вручите, конечно, я позову друзей, хотели в шведском посолье, шведская посолье и сказал мне, не-не-не, мы, нет, это политическая акция. Ну, мы говорим, ну хорошо, тогда мы на нашей квартире, ну там много народу, конечно, не поместится, но сколько-то друзей позовем, потому что это, я не за себя принимаю, а как бы вот, да, вот это, ну, русская литература награждается, что же я буду один при нем? Одному мне не надо, я хочу друзей позвать. Ну, и что, все мы приготовили, даже купили сервиз, потому что у нас двух одинаковых стаканов никогда не было, и, ну, как-то надо какой-то устроить, как теперь говорят в форшет. И что вы думаете, потратились, нервы были невероятные, написали приглашение, приглашение не по почте посылали, а относили, потому что по почте перехватывали, все. И что вы думаете, за день до этого Гирову отказали в визе? Ну, ничего, сервиз сохранился, сейчас в музей поставим, и эти билетики сохранились главным образом в Ардеале, там, в архивах писателей, которых он приглашал, в архивах, они же все поумирали, не только Алисан Саевичу умерли, они тоже все умерли, а в архивах эти пригласительные билетики сохранились. И вот мы можем посмотреть этот ролик, значит, там так происходит. Академики, которые присуждают литературную, не только литературную, ну, в общем, академики шведские, они, значит, выводят лауреатов, вот они выходят все, и они идут в одну сторону садятся, а лауреаты в другую, лауреаты, значит, сидят, и по одному каждый вызывает, и король вручает. Тогда был молодой король, только второй год. Ну, он и сейчас еще король, но сейчас уже не молодой. А тогда он только один, второй год это был его. И, ну, да, и вот, значит, этот Гиров говорит о том, что вот он, я тогда написал речь, она пропала, сейчас второй раз написал речь, она пропала, но вот сейчас, наконец, я ее произнесу. Но интересно не ради его речи, конечно, а ради того, как это вообще все, потому что это никогда никто не видит, кроме тех, кто имеет возможность там сидеть. Посмотрим. Музыка 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... because there was a frontier to cross. Your presence here today doesn't mean that the frontiers are at last abolished. On the contrary, it means that you are now on this side of a border that still exists. But the spirit of your writings, as I understand it, the driving force of your work, like the spirit and the force of Alpha Nobel's Last Will and Testament, is to open all frontiers to enable men to meet men freely and confidently. The difficulty is that such a confidence can only be built on truth and nowhere in this world of ours is truth always greeted with pure pleasure. Truth goes from house to house and the dog barks at whom he does not know, says a stern old philosopher. But all the more happy and grateful are those who recognize the wandering stranger and ask him to spend the night and his life with him in the deep may be even desperate hope that the day may not be far off when a frontier is as it should be merely a line on the map which we pass on our way to friend Alexander Solzhenitsyn my dear friend with these few words I convey to you the warm congratulations of the Swedish Academy and ask you to receive from the hands of his marriage to the king the insignia of the prize to whose value you have added your honor. Thank you. Спасибо. Вы сделали очень огромную работу для школьников, адаптировали «Архипелаг ГУЛАГ» для средней школы. Два слова хотя бы вот об этой колоссальной работе. Преподаватели американских вузов, многие из них, писали Альценту Сайчу, что они очень хотят, чтобы их студенты прочитали «Архипелаг ГУЛАГ», но это абсолютно нереально. Американские студенты прочитать этих три тома не могут. Ну, не только потому, что они большие, но вообще нет такой привычки такие большие книги читать, да еще про совершенно неизвестную реальность. Ну, Альцент Сайч сначала отмахивался, но они очень настаивали. И в конце концов он согласился, ну, один из них такой замечательный, Эдвард Эриксон, в прошлом году вот только что умер, ставший потом тоже нашим другом, он сказал, давайте я адаптирую, а вы просмотрите и, в общем, одобрите или не одобрите. Он сделал эту работу, приезжал к нам, как раз вот старший сын Ирмалай помогал, чтобы отцу не тратить время, перенести эти все лапками его сокращения в русский вариант, чтобы отцу быстрее просматривать. Ну, в общем, вышел по-английски, потом во многих странах, во всяком случае, англосаксонский, там, где английский язык, этим пользовались не только во многих странах, потом перепечатывали. И тогда Альцент Сайч, когда он горестно на это соглашался, он сказал, ну да, ну что делать, ну раз они такие, ну у нас в России уж это, конечно, никогда не понадобится сокращать для школьников или для студентов. Ну, а потом, значит, вы все знаете, перестройка, то все, мы вернулись, и оказалось, что идет такая тоже бурная жизнь, что тоже, в общем, непосильно студентам и школьникам прочитать Тритома Архипелага. И стали об этом тоже говорить те учителя, которые, тем не менее, его преподавали, а он не был в программе, но на свой страх и риск преподавали, и вот стали тоже осаждать Лисенцевичу, что надо сократить. Он сказал, ну, я сам своего ребенка резать не буду, делай ты. Вот, я отнеслась к этому легкомысленно и решила, что, ну что, я перенесу, как когда-то мой сын перенес, вот я перенесу, соответственно, и, ну, ничего подобного. Как только я села за эту работу, буквально на первой же главе я поняла, что так не пойдет, что то, что он сокращал, нашим не надо сокращать, а то, что, в общем, короче говоря, совершенно другая генетическая память у наших детей, даже у тех, у кого в семье, может быть, никто и не погиб. Все равно из всего воздуха, которым мы дышим, совсем другое можно сократить для наших и нельзя сокращать, чем для американцев. Поэтому пришлось делать всю работу заново, и все равно спасибо профессору Эриксону, но, тем не менее, сделала я ее заново сама, ну, из соображений, ну, вот, какие у меня были. После этого отдала я ее на экспертизу и официальную, куда там надо было отдавать, куда-то вам, где вы работали, нет, в Министерство образования, да, но и просто учителям средней школы, но таким учителям, которые, в общем, которым стоило отдавать. Примерно пять было разных экспертиз, не последовательных, а параллельных, но все это мне пришлось учесть, и довольно большая была потом еще доработка, потому что, ну, вот одна из учительниц мне говорит, ну, вот там, вот вы оставляете, написано «Кировский поток», но не знают наши дети, что такое «Кировский поток». Значит, ну, в общем, короче говоря, мне пришлось сделать еще справочный такой материал, которого не было в Большом архипелаге, дополнительный материал по именам разным, которых уже, вот, может быть, и к счастью не знают наши дети. Ну, вот, ну, сделала, и потом его издали. И, значит, сейчас идет, у нас есть всякие отморозки, которые говорят, что его не надо преподавать в школе, его надо из школы выгнать, а то дети будут вырастать, ну, в общем, да. Да, но когда на больших каких-то встречах какой-нибудь попадается такой человек и говорит, я всегда их успокаиваю, потому что его и так не изучают. Его не изучают, потому что у нас стоит архипелаг, и вообще всю нашу литературу второй половины XX века ее не изучают, потому что мы готовимся к ЕГЭ. Мы готовимся к ЕГЭ, и нам не до Василия Теркина, и уж, конечно, не до архипелага, и поэтому спите спокойно, дорогие товарищи. Вот, так что пока ситуация такая, изучают его все равно только те учителя, которые хотят это делать. Вот они как-то это изучают, а кто не хочет, с того и не спросится. И главным образом еще потому, что у нас русский язык и литература теперь один предмет. Раньше это было два разных предмета, а теперь это словесность. А раз она словесность, учитель имеет право передвигать все в данном случае в пользу ЕГЭ. Ну, и вот так что так. Но все-таки, должно вам сказать, что и взрослые в нашей стране сегодня имеют так мало времени, что они с удовольствием покупают именно этот сокращенный архипелаг. И я надеюсь. Но там, во-первых, сохранены все 64 главы. И принцип, какой у меня был, ни в коем случае не делать это сборищем фрагментов. Это то же самое путешествие по островам архипелага. И наш лоцман тот самый Солженицын. И нигде нет ни одного слова добавленного. И только 4 главы из 64 даны, ну, просто, ну, как бы краткий конспект. Там, где идет история, которая, ну, это уже только для тех, кто хочет изучать. Там НКВУ, ГПУ, НКВД. Например, вот как это все юридически переименовывалось. Но это не обязательно в таком тексте. Вот такие главы. А остальные все сокращены. Но, поверьте, бережно. Потому что, хоть это и его ребенок, а не мой, но я так тоже сбоку притулилась. Так что старалась бережно это делать. Огромное вам спасибо. Конечно, мы все испытываем потрясение от этой встречи. Обращаюсь к вам, как, ну, к вашей харизме, к вашему подвигу, авторитету. Да. И как члену экспертного совета Министерства образования и науки. Который просвещен. Да, да. Мы здесь преподаватели литературы. И наши студенты, будущие преподаватели литературы. Нужно что-то сделать с школьной литературой. Вернуть в школу полноценное сочинение. Где отношение, да, к литературе будет, к эстетическому явлению. А не вот это вот из года в год повторяющееся итоговое якобы сочинение, когда все думали, что литература вернулась в школу. Она не вернулась. И вот эти вопросы, там, что лучше опыта ошибки или ошибки, или там, что дом может рассказать о своем хозяине. Ну, такие эссы, наверное, можно было бы предложить только, ну, ученикам, наверное, четвертого класса. А и то с чувством некоторой неловкости. А вот люди, которые уже закончили школу, они должны читать литературу, они должны изучать литературу, издавать все литературу как предмет литературы, а не какой-то эссе. Я вот поделюсь тем случаем в своей жизни, когда я просто рыдала. Я из года в год перечитываю эти сочинения, так называемые, итоговые. И вот на тему, что может дом сказать о своем хозяине. Понимаете, что я получаю? Я получаю, что Матрёна, конечно, жила в домике, где были отстающие от стен обои, и там бегали тараканы, да, вот, что можно сказать о Матрёне. Ну и дальше в том духе, что, конечно, она не следила за модными, там, дизайнерами и брендами. Вот. А вот на даче моей соседки было, там дальше написано, утепленные полы и двойные жалюзи. Вот что мы получаем в итоге? Вот надо как-то бороться с этим. Я очень прошу вас, спрашиваю, можем ли мы как-то вернуть школу отношение к литературе, да, как к эстетическому объекту, чтобы вот не было такого отношения к эстетическому явлению, к литературе. Ну, вернуть, вернуть, спасибо вам за вопрос. Вы знаете, вернуть такое отношение, как бы мы ни вводили сочинение, какими бы регуляциями мы это не обставили, это не вернёт. Вот, вернуть может только, вот, как говорится, что называется, всем миром. Все родители, воспитание в семье, так сказать, приструнить телевидение, которое плохое у нас в основном. Ну, в общем, жизнь в стране идёт такая, о какой литературе вообще речь. Причём тут сочинение. Сочинение – это уже результат чего-то прочтённого. А, в общем, читается мало, потому что сидят в гаджетах, читают, в лучшем случае, Википедию. Чего читают-то? Переписываются друг к другу. Писем друг к другу не пишут. Раньше же письма были, романы в письмах были. А сейчас что? Ты чё? Я чё? Я ничего. Ты где? Ну, что? И ничего не сохраняется. Ещё к тому же ничего не сохраняется из этого. Поэтому меняется жизнь, меняется она не только здесь, она меняется всюду. Это действительно очень тревожно и очень печально. То сочинение итоговое, которое введено, это уже огромная победа по сравнению с тем, когда его вообще отменили, его вообще не было. А была литературная часть, там, часть С в ЕГЭ. Вот это действительно кошмар. Ну, хоть что-то, хоть что-то. Ну, менять надо всю жизнь. Чтобы полюбили литературу снова, должна быть какая-то другая обстановка. И это, конечно, вопрос совсем не только к министерству. Хоть науке, хоть просвещение, хоть к чему угодно. Никакому. И вообще никаким чиновникам. Это ко всем нам. Вот у меня дети, вот у меня восемь внуков. Из них примерно половина читает захлёб, а половина не читает. Они мои внуки. Да. Самый представитель, перевернул мир. Это один из людей, который был один. Ну, давайте родим ещё одного такого, и он нам перевернёт мир. А где же его взять-то? Это, вы знаете, какой-нибудь Гутенберг пришёл не случайно. Он пришёл тогда, когда это понадобилось. Когда все, так сказать, переписываемые книги стали настолько множить истину, что она расползлась. Тогда должен был появиться. Вот появился Гутенберг. И вообще всё не случайно. Вот когда надо было, чтобы как-то страна не задохнулась, тогда появился Солженицын. Вот если наша страна дойдёт до точки, появится кто-нибудь ещё, и будем надеяться, я не уверена, будем надеяться, что так. Но, понимаете, я не отказываюсь. Всё, что я могу делать, я, честно сказать, делаю. И мы спорим в министерстве не то, чтобы было во всём согласие, наоборот. Очень много несогласий в ГОСы с нашей точки зрения, с точки зрения моей и нескольких других людей. Ну, многих людей неправильно всё это принимается. Ну, делаем, что можем. Ну, в общем, я не Солженицын. Никак. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Если сочтёте, это действительно была уникальная вещь, когда вы рассмотрели ещё в разрезе, ну, особо сфокусировався на образовании, да, и это действительно уникальная встреча. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.